Здравствуйте! Ну, я бы хотел сказать сначала три вещи, три пункта моего выступления. Первое, да, то, что... Первое, это то, что я писал выступление всю ночь. Второе, то, что будет чисто импровизация. А третье, второе, неправда. Свою историю мне хотелось бы начать с самого начала. Мне скоро 20, но студенты уже говорят мне «Здравствуйте». Вообще, выглядеть как я это удобно. В столовой я ем бесплатно, там думают, что я преподаватель. Первый курс прошел очень быстро. Тогда я был мал и неопытен. Начал часто выступать на сцене. И меня начали приглашать в каждое выступление, на каждый праздник. И я втянулся в это. Это стало больше, чем просто увлечение. Но мне это нравится. Второй и третий курс я влился в эту компанию. На втором я стал частью. А на третьем стал директором этой организации. Ну, то есть председателем студенческого совета. Совета нашего подразделения. Но спустя года пришел он. Четвертый курс. Писать диплом. И курсовые. И поступление. Сто репетиций. Я председатель. Но также лидер. Время тянулось долго и незаметно. Концерт за концертом. Репетиция за репетицией. У них часто ничего не получалось. Нервы начали сдавать, но я умею держать себя в руках. Казалось, что что-то пошло не так, когда в моих руках оказался пистолет. Я направил его в толпу. Нажал на курок. И они все упали. Подскользнулись. Пистолет был водяной. А если серьезно, то я пришел сюда побеждать. Когда я услышал об этом конкурсе, я понял, что это мое. Никто не подходит на роль лидера больше, чем я. Потому что человека больше, чем я, найти в принципе сложно. Я креативный. Я могу быстро набрать людей и собрать концерт. Нужен талант, чтобы быть руководителем. И во мне столько таланта, что я с трудом влез в эту рубашку. Это не Макдональдс. Я на диете. Но не похож. Я могу снять фильм, написать стих, написать песню, написать сценку в Кавэне. Сначала они руководили мной. Но теперь я вырос. И теперь я руковожу им. И вот тут ветер. Визитка моя. И я смогу победить. Карен Багдасарян. Перед началом выступления хочется сказать только одно. Сегодня мы будем кутить. Кутить? Кутить. Весело, добродушно. Со всякими беззабидными выходами. В общем, как все, наверное, поняли, я очень увлекаюсь музыкой. И у меня есть такая мечта заветная. Я хочу создать свою музыкальную группу. Но как бы из одного человека группа не получится, поэтому хочу попросить помощи у вас. Я думаю, мы задействуем всех абсолютно, кто в этом зале, даже может человек за камерой выйдет с нами. Да, хочу разбить зал на три группы. Давайте, наверное, сделаем так. Мы зал разобьем на две группы, а третья у нас будет жюри. Вот так. Вот, значит. Ну, как бы, я думаю, что каждой группе нужно название. Поэтому, ну, так как нас много, мы быстро не определимся, нам нужно это сделать за короткий строк. Так что воспользуемся лучшим методом нашей российской эстрады. Каждый назовет меня, я выберу одного человека, каждый из каждой группы назовет меня по одному названию. Например. Какой мужчина, как вы? Как вы называете? Жюрил. Жюрил. У кого есть идеи ватрик? Blackstar. Лайк? Blackstar. Слайкстар. Жюрил не брать. Blackstar. А в этой группе какие предложения? Ну, одно слово. Короче, у нас будет группа дурильные лидеры Blackstar. Ну, он хорошее название. Вполне. Я думаю, что я буду вашим продюсером, режиссером, потому что я подхожу на эту роль. Все продюсеры такие. С названием вы определились. Блэкстарные жюрилки. 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 Жюрильные лидеры Blackstar. Да. Жюрильные лидеры Blackstar. Новое название каждый раз. Жюрильные лидеры Blackstar. Нам надо создавать музыку. Каждая группа должна иметь свою музыку, группа говорят. Для музыки важен бит. То есть барабан. А барабан? Я предлагаю задействовать все части тела, которые комплексы задавать звуки. Только части тела? Можно задействовать, но нет, но нет. Я предлагаю... Ну, можно попроще. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Одно такое, что уходит. Одно еще раз. Другой. Встретите. Ну, пока у нас эта группа репетирует. Надо раздать задание другим группам. Эту я хочу группу оставить напоследок. А вот с этой группой у меня такое предложение. Вы будете певцами. Самые основные, самые те люди, которые у нас будут лицом группы. Так как хором петь сложно, то нам надо выбрать песни, в которых петь в принципе не надо. И я предлагаю Егора Акрида. А это будет секрет. Но все ее знают. Вы согласны вообще? Хороший вариант? Наташа, ты пушпи. Наташа, ты пушпи. Надо пушпи. Это просто сценический образ. Наташа не может быть на сцене. Или Натали. А эта группа, ой, прям даже не знаю. Я думаю, вам надо будет встать сейчас. И вы будете все подтанцовкой нашей группы. Как бы, как сложно это бы не было. Просто мне вот сейчас интересно. Просто вот, лично для меня, покажите мне, как вы танцуете под Егора Акрида. Никак. Можно двигаться влево-право. А можно рукой что-то делать? У вас журилки порепетировали? Да. Певцы готовы? Да. Разпелись? Да. Танцоры, танцоры, разогрелись? Разогрейте, попрыгайте. Поклопайте друг другу. Разогрейте. Такие вялые танцы. Классно. Сейчас разогрей. И напоследок, все-таки, разогрейте песни. Песня самая-самая. Ну, это легко. 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 Я буду вам помогать репетировать, но... Но чтобы окунуться в эту атмосферу, журилки... Журилки. Журилки. Что за дела? Собственно. Все знают песню, да? Певцы особенно должны понять песню. Какую песню-то? Самая самая. О боже, мама, мама, я скоро сижу. Она, может быть, так и называется, так и задумывалась. Итак... Бит, пожалуйста. Вот, представьте. Вам аплодилось. Олимпийский полный бал. Тебя, откупник. Пять человек. А танцоры ждут припева. А там ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем. Меня манило под сутой колен. Активнее, громче. Активнее, громче. Работа 24 часа. Активнее, громче. Активнее. Я думаю, с такой группой можно уже сразу собирать полные залы. Не только из пяти человек, которые будут хлопать. Спасибо за внимание. Вы молодцы.